Наталья Нарышкина до 2011 года даже не задумывалась о вакцинации от гриппа. Все изменилось в тот момент, когда пришла беда. Женщина заболела вирусом H1N1. В народе его называют свиным гриппом. Она до сих пор помнит все симптомы. Очень высокая температура была, двухстороннее, крупозное воспаление легких. Это было очень тяжело. Сейчас Наталья – постоянный посетитель процедурного кабинета. Как и Лидия Максакова. Акушерка смотрового кабинета за 40 лет работы прививается 30 лет. Она признается, за это время гриппом болела всего три раза, да и то в легкой форме. Всегда делаю прививки и советую всем своим близким. Всегда делаем. И уже внуки подросли. Обязательно, в обязательном порядке. От гриппа и от всех инфекций всегда прививаемся. Для чего? Чтобы не было распространения. Сами не болеем и других не заражаем. Предугадать, какой штамм будет опасен именно в этот сезон – задача лучших умов Федерального министерства здравоохранения. Они же работают над тем, какую вакцину выбрать. Одно всегда – неизменно прививки отечественного производства. Сейчас к нам поступила вакцина СОВИГРИП. Несколько компонентов от самых сложных гриппов, которые опасны осложнениями, до смертельных исходов бывают осложнения после гриппа. Сегодня вакцина произведена Санкт-Петербургом. Очень хорошая вакцина, она уже не первый год к нам поступает. Компоненты специальные, которые убитые, и они просто дают иммунитет в организм, защиту от самых тяжелых гриппов. Врачи уверяют, у данных прививок практически нет противопоказаний, и они не имеют побочных эффектов. Вакцина хранится под строгим контролем в специально оборудованных холодильниках. Держится температура, охлаждение идет. Вакцина при определенной температуре хранится от 2 до плюс 8 градусов, не более, чтобы она сохраняла свои действия. Несмотря на то, что данная вакцина не имеет противопоказаний, прежде чем прийти в прививочный кабинет, необходимо посетить врача-терапевта, который и даст добро на прохождение процедуры. Медики уверяют, прививки реально работают. После массовой вакцинации случаи заболеваемости гриппом сократились вдвое. Конечно, даже у правил бывают исключения, но если у привитого человека и диагностируют грипп, он протекает в более легкой форме. Вакцинация против гриппа имеет особо важное значение. Это тяжелое вирусное заболевание, которое ежегодно, к сожалению, уносит в жизни ни одного пациента, включая детей, молодых и пожилых. Высокий процент осложнений и достаточно долгий восстановительный период. Прививочная кампания от гриппа только началась, а врачи уже показали пример своим пациентам. Конечно, вакцинация – дело добровольное, и каждый решает для себя сам. И здесь все почти как у Шекспира. Делать или не делать – вот в чем вопрос. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».